Свет. Камера. А что я тут делал? А, обзоры записывал. Ну тогда поехали! Сегодня я хотел бы поговорить о проточных водонагревателях. Долгое время, занимаясь обслуживанием и ремонтом проточных водонагревателей, я задавался вопросом, а как же они произошли? Как они получили именно такую конструкцию, которая у них есть в данное время? Раскапывая информацию, я был удивлен, что данный самовар это один из первых проточных водонагревателей. Этот водонагреватель 1895 года. Но началось все намного раньше, за 130 лет до этого. В 1760 году швейцарский натуралист Гораций де Сассюр изобрел первый проточный водонагреватель, но он был солнечным. Его конструкция чем-то напоминала нынешние солнечные коллекторы, но очень-очень-очень упрощенные. А вот уже в 1891 году в США Кларенс Кэмп запатентовал свой первый проточный водонагреватель, солнечный все еще. И это был первый водонагреватель, который был произведен на продажу. Но сегодня мы хотим поговорить не о солнечных водонагревателях, для них, я думаю, у нас еще найдется время, а все-таки о газовых проточных водонагревателях. Своим появлением они обязаны бурному развитию водопровода и газовой промышленности в середине 19 века. В 1868 году в Лондоне художник по имени Бенджамин Вэдди Моэн изобрел первый проточный водонагреватель, работающий не на твердом топливе. Ну а соответственно на чем? На газе. С 1880 года американские промышленники начинают массово производить газовое оборудование, в том числе и водонагреватели. В Европе же водонагреватели массово стал производить, кто бы вы думали, ну конечно же немецкий инженер Йохан Вайланд. И уже к 1905 году компания Вайланд начинает производить первые настенные проточные водонагреватели. Ну а здесь 1922 год. До изобретения эмалированных корпусов водонагреватели производились полностью из меди. Представляете, какие красивые они были? Ну а в СССР проточные водонагреватели начали производиться в сороковые годы после Великой Отечественной войны. Существовало два производителя. Это газопарад в городе Санкт-Петербург и теплообменник в Нижнем Новгороде. А сейчас я бы хотел спросить, а кто помнит эту колоночку? Сейчас в головах закрутилась модель, модель, модель. Ну наверное 5514. А теперь давайте вспомним ее основные достоинства. Ну наверное самое главное это ее долговечность. Также большое количество воды подготавливаемой. Соответственно 14 литров в минуту. Плавный розжиг благодаря запальной горелке. Отличная модуляция. Температура держится вплоть до одного градуса. Ну и конечно же простота управления. Желаемую температуру вы задаете одной ручкой. Идет время. Прогресс не стоит на месте. И соответственно вашему вниманию мы сейчас представим новую 5514. А вот и новая Ниволюкс 5514. Компоновка напоминает предшественника. Но есть сразу же один большой плюс. Это дисплей для указания температуры. Ну и соответственно для чего бы как не для разборки она здесь находилась. Давайте снимем кожух и посмотрим что же там внутри. Отключим дисплей и датчик температуры. И снимаем кожух. В нижней ее части уже стандартно вход холодной воды, выход горячей воды, подключение газа. Батареечный отсек. Новый водяной узел компании Балгаз. Это фирменный водяной узел. Также фирменный газовый узел с электромагнитным клапаном. Микровыключатель. Свечи розжига и контроля пламени. Электронный блок. Датчик температуры горячей воды. Инжекционная горелка. Фирменный медный теплообменник. Производство компании Балгаз. Датчик перегрева воды. Стабилизатор тяги. Датчик перегрева дымовых газов. Итак, подведем итог. Первый плюс. Возможность замены старой модели на новую практически без изменения подводки. Я бы сказал без изменения подводки. Второе. Большое количество воды на выходе. 14 литров. Качественная сборка. Возможность регулирования температуры лишь одной ручкой. Температуру вы видите на информационном дисплее. Ну и как сейчас модно говорить, перед собой вы видите импортозамещение. Пять спецов. Твердых пять спецов. Я надеюсь, сегодняшний ролик вам понравился. Так что не забываем про это. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok